Ну что же, это была наша новая рубрика ТОП-5. Вы знаете, сегодня 17 февраля, день спонтанного проявления доброты. Да, бывают и такие дни, оказывается, есть и такой праздник. И сегодня спонтанно проявил доброту и пришёл к нам в гости такой замечательный человек, как Михаил Ефимович Швыткой. Аплодисменты. Пригласили мы вас не просто так. Дело в том, что вы являетесь руководителем ТЭФИ, а мы хотим получить ТЭФИ. Вы уже получили, как канал. Как канал, да. Но хотелось бы получить мне, как ведущему, нашим ребятам, авторам, как лучшим сценаристам нашей программы, как лучшей программе. Операторам, как лучшим операторам, художникам, как лучшим художникам, дизайнерам, как лучшим дизайнерам. Чего нам не хватает для того, чтобы стать самой лучшей программой на российском телевидении? Понятно, другого ведущего. Ну чего, смелости. Смелости. Чего бояться? Я как скандал, как и Жириновский, недавно не устрою. Тогда сразу вопрос, вы коррумпированный человек? А? Сразу вопрос, вы коррумпированный человек? Ну это не смелый вопрос. Если вы сказали, такого-то числа вы взяли взятку от артистки, опереты, удмуртского театра, и все видели, какую вот она взятку вам дала. Это сильный вопрос. А коррумпированный ли я? Понимаете, когда министр, или бывшего министра, или чиновник говорит, вы коррумпированный, что бы он ни ответил, все равно все будут думать, что он коррумпированный. Понимаете? Я бы однажды, правда, сказал своим начальникам, я сказал, что, знаете, поскольку я иду, как бы, во власть работать, чтобы я не брал взяток, я буду все-таки продолжать работать ведущим на телевидении, это позволит мне нормально жить. И не брать взяток. Но этому ответу тоже не верят. Понимаете? Все равно не верят. Если министр, ну... Хорошо. Продолжим. Острые вопросы. Чувствуете ли вы на себе ответственность за развал российского кинематографа? Чувствую. Чувствую. Есть поведение? Объясню, почему. Я объясню, почему. Когда мы пришли с нашей командой в Министерство культуры, это был очень трудный период, русское кино занимало 3% в репертуаре кинотеатров. Когда мы уходили, оно занимало 26% в репертуаре кинотеатров, а по сборам 27%. Сегодня оно занимает 13%. Я виноват, что мы не добились того, чтобы не были сделаны глупости, которые были сделаны. Вот все. Чувствую вину, что мы не создали систему, которая была бы устойчивой и не была бы разрушена, когда мы перестали этими механизмами управлять. Все. Ну и раз уж речь зашла о чувстве вины, мы продолжаем задавать самые острые вопросы. Правда ли ходят слухи, что на кинотабре выходили в фатально узких плавках по пляжу? На два размера меньше. Ведя, в чем дело. Ну, фатально узкие, это когда после того, как ты в них ходишь, уже ничего там не остается. Но дело в том, что... что-то осталось. Но... Я решил, чтобы меня не трогали министры, чтобы никакие сволочи меня не снимали, думаю, встану в 6.30 утра и пойду выкупаюсь в плавках. Ну, голые, естественно. Ну, в плавке были на мне. Но выяснилось, что целый ряд людей в это время только шел спать. Это была моя вот роковая ошибка. Я просто не понял, как бы сказать, с порядка дня на кинотавре. Потому что когда я решил, что все должны спать, все еще... Поэтому в следующий раз, когда я приехал на кинотавр, я ходил только в костюме и с портфелем. А я приходил на пляж в костюме и с портфелем и уходил с него. И не купался даже. Но снимок облетел... Снимок был мощный. Продолжим острые вопросы. Кэр Афимович, всякий раз, когда вы уходите с какого-нибудь поста, создается впечатление, что для вас придумывают специально какой-то новый пост. Вот прям специально под вас. Ну, понимаете... Это случайность или так на самом деле бывает? Нет, ну, понимаете, смотрите. Министерство культуры России создано было в 1952 году, строго говоря. Не для меня создавали, точно. Госпредседателя ВГТРК, с которого меня поперли, тоже не для меня создавали. Его создавали для Лысенко, Попцова и так далее. Только ФАКК – это жертва административной реформы. Имени не знаю кого. Это когда решили вот провести такое многочленное сокращение, которое привело к увеличению штатов, как обычно. А вот эту должность, по части специального представителя по международному культурному сотрудничеству, вы знаете, дело в том, что это тоже результат сокращений. Но если по существу говорить, то нет. Это должность, да, действительно, я благодарен, не скрою, у вас редко на канале благодарят президента. Я благодарен своим руководителям за то, что эта должность создана. Но она, к сожалению, той бреши, которая существует, не закроет. Потому что сегодня занятие вот этой мягкой силой требует хорошей команды, очень обученных людей, хорошо, и довольно приличных денег. Еще один острый вопрос. Мединский хороший министр культуры или нет? Мединский, министр культуры, человек, у которого есть достаточно серьезный опыт. Я скажу, произнесу цитату... Лучше, чем вы? Конечно, лучше. Потому что недавно, это не я говорю, это говорил Жириновский. А, но если Жириновский... Это говорил... Это говорил Станислав Сергеевич Говорухин, мой товарищ и друг. Сейчас Мединский выступал на правительственном часе в Думе. И все сказали, какой, наконец-то, замечательный министр культуры. Я не спорю с депутатами никогда. Это бессмысленно. Ключевое слово, бессмысленно. Не знаю. Я говорю, я не спорю с депутатами. А вы со всеми депутатами не спорите, или только с депутатами Единой России? Ну, вы понимаете, в чем дело. А нет разницы, да? В принципе, ну, если имеет смысл спорить с кем-то, то с депутатами, конечно, Единой России. Потому что с оппозиционерами спорить бессмысленно. Они и так уже... Ну, хорошо. Несмотря на то, что вы больше не работаете министром культуры, все-таки как-то плохо, не очень плохо культура в России движется вперед. Может быть, назад выходят какие-то новые книги, театральные постановки. Дело в том, что, конечно, счастье русской культуры состоит в том, что она не зависит ни от Министерства культуры, не даже... Да, и сейчас мы в этом убедимся, телезритель, что она совершенно ничего не зависит. Мы бы хотели попросить вас, Михаил Ефимович, прочитать песню. Вы имеете с выражением, а я знаю, что вы всегда хотели быть еще и конферансье. Я им и являюсь всю жизнь. Вот. У нас есть текст песни. Собственно, эта песня звучит из почти каждого автомобиля Российской Федерации. Очень известная композиция, что вы говорите. И просто хотелось бы, чтобы прямо сейчас вы... Ребят, я только очки наден. Я слеповат. Хотелось бы вас попросить просто прочитать... Я даже, наверное, не буду говорить, как называется эта группа. Это группа Ленинград, Тиво? Нет. Нет? Нет. Это действительно популярная группа, действительно, эта песня... А, не Ленинград. Вы обидели сейчас группу Ленинград? Я за это отвечу, думаю, когда-нибудь. Наверное, вот в ту камеру. Хорошо, ребят, я прямо в камеру должен читать. Сегодня пятница, я буду ночным суперменом. Кричу, я официант налей, чтобы дома сутки не был. Сочная, дальше не могу. Влечет меня, и в клубе этом не будет отрицать знакомство с моим Гулливером. Значит, то, что я пропустил, это, как бы вам сказать, это то, что попадает под закон о пропаганде гомосексуализма. Значит, не напрягай башку, ведь ты не Александр Друсь. Это точно, я не Александр Друсь. Я цифру с буквой в Твиттер написал и пусть. Все было супер, но простимся без обид. И не звони мне, больше не звони. И самое главное, куплет. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобой бум-бум-бум, текила бум-бум-бум. Поможет бум-бум-бум, и ночь бум-бум-бум. Они рано заканчивают, они говорят, что они закончат, говорят бум-бум-бум. Это, для советского человека, это ерунда. Но это невинный текст, в общем. А мы не все куплеты вам сюда вскрываем. А дело не в этом. Просто, если у людей есть фантазия, они нафантазируют, что хочешь. Это как в старом анекдоте. Когда я смотрю на кирпичи, я думаю о том же самом. Это ведь зависит от того, что у тебя в башке. Поэтому, я не знаю, ну детский текст бум-бум-бум. Игорь Пиримович, спасибо огромное, что пришли к нам в гости. Но я с выражением все-таки прочел. Для этого я понял, зачем вы меня звали наконец-то. Кроме меня, этот текст никто не мог по-настоящему просить. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.